приветствую вас друзья в этом видео выскажу свое мнение по поводу g5 75 бабах развития игры и конфликта там или не конфликта в общем соприкосновения разных мнений от не рью а также от юши у них разное мнение по поводу g5 по поводу бабах там я полностью смотрел их видосы стримы так немножко посмотрел принципе примерно я так понимаю юша за то что бабахи и g5 это норм все там нормально все в порядке это танчики для целевой аудитории как он там говорил что-то про тех кто там пришел с заводика что-то там куда-то с фугаса бахнул наказал статиста что-то такое вот это что от этих танков горит только у статистов поскольку вот статисты научились нагибать а вот против фугаса против арты они ничего сделать не могут и сами лезут на эту бабаху и получают у не рью другое мнение то что это токсичные там танки ничего хорошего в них нет и горят от них не только статисты но и игроки которые играют послабее что-то типа такого я там насмотрел за минут пять просмотра стрима не рью в котором он смотрел как юша смотрел видос или стрим не рью короче я в этой чуши особо не разбирался понял что у них разное мнение я выскажу свое и я так понимаю я абсолютно не согласен с юшей видно что он насколько играет не особо сильно настолько и про игру думает не совсем понятное что-то не знаю насколько я согласен с не рью но я выскажу свое мнение как я все это вижу как я думаю и так же я еще почитал там немного комментариев я не согласен с тем что вот если не рью допустим молодой то с его мнением что нельзя считаться или все статисты что или допустим юша вот играет намного слабее в целом статистом его не назовешь его мнение что тоже ничего не значит он со своего взгляда со своей обстановке высказался а то что там они какие-то вот каждый по-своему что-то мутит но это их дело не рью там по-своему стримы как-то там пытается зрителей развлекать юша там пытается монетизировать все что видит это их дело они от со своей стороны высказались и ладно теперь смотрите что думаю я во первых я в корне не согласен с тем что горят от фугасниц от gpt от бабах и от арты только статисты многие статистов включен анонимайзер вообще мало кто знает что это статисты это во первых во вторых статисты чаще всего получают в тот момент когда они не ожидали этого не продумали или ошиблись как раз таки этих моментов у статистов меньше всего здесь мы видим что мысль юши непродуманная видим что он как в игре слабенько разбирается так вот и мыслен на таком же уровне про игру поскольку он там особо не заморачивается видимо не рью ему принципе про это и говорил что бабаха неожиданно выйдет бахнет и тебя нет это логично это понятно но люди которые играют слабенько они не поймут что токсичность бабах g5 фугасниц барабанных фугасниц и арты в том что ты получаешь когда не ожидаешь ты не можешь это законтрить никак и никто это не может даже статисты с их опытом игры с их большими среду хам и статками просто неожиданно иногда залетает вертуха которая абсолютно полностью происходит потому что игра так решила что вертуха залетит или танчик выехал неожиданно откуда-то непонятно откуда поскольку игрок сыграл что-то супер нестандартное или артиллерия которая стреляет вообще из сейва и ты ничего в ответ не сделаешь кроме как спрячешься но спрятаться в нынешних быстрых боях никогда иначе ты на статисте не успеешь на играть и повлиять на бой поэтому эти все вещи бесит статистов поскольку ты возможно даже не ошибался а тебе может залететь на полторы-две тысячи хп или два раза по 1200 поскольку там допустим не очень смышленый игрок просто там на gpt два раза с вертухи куда-то плюнул и у него залетела и стать из тоже на нем с вертухи нажмет это же игра решит много урона нанесет или мало поскольку там пушки очень горевые и неважно кто там кнопку нажимает есть танки которые могут реализовать только статисты есть танки которые кто бы там не сидел геймплей сильно отличаться не будет чисто что он статист знает больше прострелов больше позиций больше следит за картой понимает что происходит в бою но основная часть геймплея одна и та же что там сидит слабый чел что сильный ты просто нажимаешь кривой выстрел с кривой пушки и что-то там происходит что почти полностью зависит от того что решит игра поэтому она токсичная и конченая по геймплею и она не нужна поскольку она еще и ускоряет игру обычно таких танков долгое кд и часто так происходит что они выезжают дают выстрел и либо кого-то убивают очень быстро либо не убивают уходят на долгое кд и умирают сами либо там до бабахи сидят в углу весь бой ничего не делают ни на что не влияют и только потом там когда-нибудь кто-то подставится они нажимают кнопку и игра решает повлияет он на конец чего-то боя или нет что тоже бред но у бабахи хотя бы точность хорошая если полностью свестись а вот тут же 5 там точности сведения стабилизации нет поэтому там в основном надо пытаться там подлавливать моменты подлавливать врагов и ты нажимаешь выстрел и все равно там с такими параметрами стрельбы должно повезти даже если ты там чуть ли не впритык играешь я уже молчу про какие-нибудь там выцеливание увеземых зон это первый момент то что такие выборные и очень сильно зависящие от везения танки я вообще не приветствую и я считаю что горят от них все кому прилетает на все лицо и как раз таки статисты меньше всех получают от них но если получают то получают очень много как и все поэтому и горит у них а статисты умирают от бабах всяких больше всего потому что от всего остального они не умирают они живут до конца все видят на карте пытаются доигрывать до конца они сначала едут как обычно играть статисты они сначала пытаются ехать играть активно если они получили потратили хп стараются уехать зажить до конца боя и что-то пытаются при этом все равно делать полезное а когда бабаха попала тебе на все хп все ты сразу кончился вот и сдох поэтому ты умираешь часто от бабах всяких поскольку они просто тебя сразу убивают плюс артиллерия не дает играть активно плюс артиллерия не дает тащить бои когда ты в меньшинстве поскольку вы маленький кусочек карты контролируете арте не надо не пересводиться ничего надолбит в одно место и все и высунуть голову в меньшинстве никуда ты не можешь что тоже плохо поскольку многие интересные бои которые могли бы случиться из-за артиллерии они не случаются но то что там юша рассказывает это полный бред я считаю что это очень странное мнение на чем она основана и вообще не понимаю видимо на том что он плохо разбирается в игре поскольку он играет не особо сильно следующий момент а что если средний игрок допустим или ниже среднего захочет научиться играть вот юша рассказывает там что игроки приходят там заводика что-то там на фугаснице куда-то постреляли или в них постреляли они не горят с этого а когда они на арте или на бабахах сидят они там статистов наказывают ли я не знаю что он там нес короче а что если вот эти вот мужички заводика или средние игроки как будто бы только на заводе средние игроки бывают я не понимаю а если ты статист на заводе то тебя переводят куда на какую-то верховную должность статистов я вообще-то не понимаю тут зависит от того человек хочет быть статистом и хорошо играть или нет потратит он много времени на это насколько он быстро будет адаптироваться и обучаться насколько у него будет мотивация и желание я вот это не понимаю что просто людей всех в кучу загребают и просто вешают ярлык прям просто вот это полный бред какой-то но давайте все же посмотрим на ситуацию если средний урок захочет или ниже среднего стать хорошим игроком он посмотрит стримы топ игроков попробует также как они поставят сборку как у них перки хорошие прокачает изучит позиции на картах будет туда же ездить заряди там full голду потому что сейчас без нее никак что тоже плохо для геймплея поскольку это ускоряет бои но это уже вопросы к разработчикам потому что они это сделали для того чтобы люди хотели донатить а не для того чтобы улучшить игру тут тоже есть вопросы но у нас условия в игре вот такие нужно под них подстраиваться и вот допустим средний игрок стал сильным игроком и что ему теперь делать то есть у него не горела а теперь будет гореть от арты от бабах и так далее и что ему делать уходить из игры или что вот еще многие игроки говорят если на что-то там вырежал уж ся ну все уходи из игры как бы это странно не звучало но вы посмотрите кто играет с xvm кто сейчас играет в бою вспомните сколько красных игроков было в 2013 году когда мы вот многие начинали в это играть дай бог ты одного встретил ты так ржал типа как это может быть красный игрок что он вообще там такое делал что он красный а посмотрите сколько красных сейчас там их просто тьма почему так происходит потому что игроки которые относятся к игре серьезно у них была мотивация не запотели чему-то в игре научились повысили свой скилл статку а потом у них начинает гореть от того что игра несправедливая стрельбе их наказывает бабаха ваншотами не потому что они на нее лезут а потому что она неожиданно где-то дает вертуху или неожиданно выезжает и она сразу убивает тебя если игра в ее выборной кривой стрельбе решит что это пробитие то все тебя нет то есть там из крайности в крайность либо бабаха и жпт ничего не либо сразу тебя нафиг убивает среднего нету нету такого что ты на скелетом с ними перестреливаешься раз на раз там в клинче там в каком-то или там на средней дистанции там выцелившки то из зимы зоны там они просто выкатываются бахают и там или пан или пропал все никаких там позиционок ты на жпт особо не сыграешь с этими тремя лючками или на бабахе противорты позиционки это конечно смешно на тебя поливают а ты там играй против воздуха вот у челиков горит от этих всех моментов а нам это еще и добавляют в игру еще вот целую ветку такой фигни ясно дело что это токсичное многим не нравится но находятся игроки которые в игре давно и они особо не заморачивались над своим скиллом над своим развитием и какой-то там цели мотивации не было и они решили что так и хорошо пускай страдают те у кого есть цель мотивация кто решил запотеть и вырастить скилл в этой игре и они страдают от арты от оглушения от случайных каких-то выборных ваншотов а можно было бы эти танки забалансить чтобы и на них было приятнее стабильнее и адекватнее игралась и против них тоже но нет надо же забалансить так что она либо ничего либо ваншотит на хрен это же полная чушь вот что про все это я думаю что это токсично это неправильно и такого в игре нам не надо и онлайн и люди нам показывают это все кто здравомыслящие с мотивацией и серьезно относились к игре люди они попросту уходят из игры потихоньку это видно остаются либо прям задротище лютые которых очень мало либо вот ниже среднего игроки других сейчас в игре очень мало вот это вот прослойка чуть выше среднего она просто потерялась как раз таки по вот этой вот проблеме куда развивается игра она идет в сторону а казуаливание делают вот эти всякие ремки что-то там три секунды неуязвимый каток лампочка по которой там надо было разбираться почему и когда она светится и как по ней определить где стоит соперник в каком кусту сейчас она просто горит всегда очень много моментов стали казуальными очень много танков добавляют которые очень сильно зависит от вбр а статист их сильно чересчур сильно не может реализовать как некоторые другие танки и его игра не прям уж сильно оторвана и превышает игру обычного чела который точно также с этой кривой пушки нажмет кнопку и игра дальше решит вот мы и получаем кто сейчас играет и находятся люди которые это защищают а сейчас в игре развивается киберспорт для кого он развивается если люди которые были в этом заинтересованы их все меньше кланы умирают из-за этого киберспорт никто особо не сильно не смотрит игра идет в сторону казуальную а эти вот особо не мотивированные люди которые в игру приходят по челить еще и защищает это все конечно вам же так легче я считаю что игра идет не туда и такие вещи нам не нужны и чтобы вернуть игроков как там разработчики ищут некоторых себе на работу пытаются взять людей которые будут возвращать людей в игру и удерживать нужно делать вот эти вещи правильно в нужную сторону тогда они не будут уходить они будут возвращаться если игра будет хорошая они если их донатом засыпать и онлайн в клана будет возрождаться если делать нормальные вот эти вот все вещи по которой я проговорил и ивенты на гк нормальный надо делать тогда киберспорт подтянется а так как киберспорт подтянется если основа у него гнилая это мое мнение свое мнение можете написать в комментариях сам бы варчика рать красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи пока